Кто тебя учил? Оля, покажи мне. И я разорву его, как тузик грел. Всем привет, меня зовут Оля Шарко. Сегодня у нас больше женская тема, потому что мы будем разбирать слово «бутик». Куда ставится ударение? Потому что это очень распространенная ошибка. Слово это заимствовано из французского языка, и как во всех французских словах, ударение падает на последний слог. То есть «бутик». И, внимание, ударение на букве «и» сохраняется абсолютно во всех формах, образованных от этого слова. То есть и в прилагательном, и во множественном числе, и так далее. То есть правильно говорить «это у меня бутиковая сумка», «я покупаю только бутиковые вещи», «я люблю ходить по бутикам», «вчера была в бутике», и так далее. Всегда на букву «и» падает ударение, запомните это. Мы, конечно же, не знаем, что с этим словом произойдет лет через 10-20, и как будет правильно говорить. Но на данный момент правильно говорить только так. К сожалению, это очень распространенная ошибка. Отовсюду и от всех слышишь неправильное ударение, всевозможные бутиковые, в бутиках и прочее. В общем, теперь вы знаете, что это неправильно. Я вам желаю поскорее выйти из карантина и посетить ваши любимые бутики, и применить, так скажем, ваши знания на практике. Ну а мы с вами увидимся, как всегда, в следующем выпуске. До новых встреч! Пока!